Друзья, всех приветствуем! С вами интернет-магазин antelife.com.ua Меня зовут Александр, перед вами модель-новинка от компании Xiaomi Xiaomi Mi 4C Эта модель выпускается в двух вариантах Основными отличиями являются оперативная и встроенная память Есть вариант с памятью 2.16 и есть вариант 3.32 Собственно, именно старшая версия этого смартфона у нас на обзоре и в продаже в магазине Модель эта очень интересная Она имеет топовое железо, в принципе практически топовое на сегодняшний день Флагман имеет две сим-карты Вот такой вот слот с микросимками, которые ставятся вот сюда Ну и конечно же, это размер дисплея, который составляет в данном смартфоне всего лишь 5 дюймов Из огромного количества аналогичных моделей, конкурентов Это один из немногих гаджетов, который имеет нормальный человеческий 5 дюймовый размер А не 5.5, 5.7, 5.3, 6 и так далее Именно поэтому Xiaomi Mi 4C с двумя сим-картами, с Snapdragon 808 является одним из немногих и очень ажиотажных смартфонов с адекватной ценой Поставляется модель вот в такой вот коробке Сзади есть все технические характеристики, точно так же, как и информация с сетями По комплекту, что здесь есть интересного? Есть в комплекте вот такой вот силиконовый бампер Есть вот такая вот оригинальная пленка USB кабель, обращаю ваше внимание на то, что в смартфоне USB нового формата, USB Type-C И вот, соответственно, USB кабель к нему точно такой же И так же есть у нас зарядное устройство Документация со скрепкой И зарядное устройство у нас вот такого формата И с вот такими частотами Может оно работать с двумя амперами, 1.2 и 1 ампер Все это зависит от того, какой заряд есть у смартфона, чтобы обеспечивать быструю зарядку Так как эта модель имеет такую функцию Быстрая зарядка версии 2.0 Модель внешне мне очень нравится Здесь минималистичный такой дизайн Здесь ничего такого особенного нет Но и в то же время он очень удобный Хорошо лежит в руке Маленький, тоненький Толщина его составляет примерно 8 мм Спереди у нас 5-дюймовый дисплей Есть логотип Xiaomi Есть 5-мегапиксельная камера Разговорный динамик Датчик освещения приближения Есть индикатор пропущенных звонков Снизу у нас 3 сенсорных кнопки Которые подсвечиваются Меню домой-назад Подсвечивание Это можно отключить Можно включить как угодно Индикатор пропущенных звонков И событий тоже можно менять Свет различный Это все благодаря Xiaomi Gorilla Glass покрытие экрана Здесь нет 2.5D стекла Но тем не менее Внешне модель очень классно выглядит По поводу олеофобного покрытия И отпечатков пальцев Но остаются отпечатки пальцев И так Если начинаешь юзать смартфон То конечно остаются они довольно-таки Существенно Как и на любом другом В принципе смартфоне Это все дело протирается И тогда смартфон Конечно выглядит великолепно С этой грани у нас слот Для двух сим-карт Сразу говорю С карты памяти Слота под карту памяти Здесь нет Именно поэтому Версия на 16 гигабайт Она практически не котируется Потому что с таким же летом С такими возможностями В плане производительности 32 гиговая версия Будет более предпочтительна При условии Что нет слота под карту памяти Вверху у нас разъем для наушников И инфракрасный порт Для управления различной бытовой техникой Через ваш смартфон С этой грани у нас Качелька громкости вверх-вниз И кнопка включения-выключения Снизу USB Type-C и микрофон Сзади модель имеет Вот такой вот динамик Есть логотип Xiaomi Есть двойная вспышка Второй микрофон И основная камера на 13 мегапикселей Камера очень хорошая Делает крутые снимки Мне очень понравилось В плане сборки Естественно, это монолитный Неразборный смартфон Он очень классно собран Никаких люфтов Никаких потрескиваний Ничего там Никаких скрипов Разболтанной конструкции Здесь нет И быть просто-напросто не может Аккумулятор несъемный Его можно поменять в условиях мастерской Емкость его составляет 3080 мАч Давайте рассмотрим сразу же Технические характеристики Я сделал Antutu тест Прогнал его 36 712 баллов Он у меня показал Это довольно-таки Непонятный и слабенький результат Этот смартфон должен набирать больше Но я думаю, что это все зависит От той или иной прошивки По характеристикам техническим Здесь установлен 5-дюймовый дисплей Его разрешение Full HD Android 5.1.1 64-битный Модель называется Xiaomi Mi 4C Qualcomm Snapdragon 808 Это модель с графическим ускорителем Andreno 418 13-мегапиксельная основная камера В нашей модели 3 гига оперативной памяти И 32 гига встроенных Здесь 6 ядер по 2 гигагерца Это очень мощный Очень производительный процессор А как написано на многих источниках Считается, что это один из лучших процессоров Даже несмотря на то, что есть 810 Snapdragon Но он сильно греется Данная модель более сбалансированная Данный тип процессора И как-то более лучше он себя проявил Фронтальная камера у нас на 5 мегапикселей Мультитач у нас 10-точечный Довольно-таки сложно мне это показать Но 10 точек у меня даже скриншот есть По поводу NFC NFC здесь нет OTG разъем есть Но нужно будет вам искать переходничок Из-за того, что здесь USB Type-C Различные датчики Датчик приближения Акселерометр Датчик освещения Магнитный компас Гироскоп Датчики линейного ускорения Векторного вращения Все это есть в этом смартфоне Те, кто будут покупать этот смартфон В интернет-магазине Antilife.com.ua То есть в нашем интернет-магазине Вы будете пользоваться Самыми хорошими прошивками Мы на эту модель прошиваем Сборку MIUI Pro Это еженедельные обновления Это стабильный софт Это стабильная работа устройства в целом Это полноценный русский и украинский язык Из интересностей в этой прошивке Что можно отметить? То, что, допустим, работает двойной этап По экрану на пробуждение Работает куча других функций Свойственных для прошивок MIUI Pro Для прошивок вообще Xiaomi Но то, что я вот нашел Интересного в этой прошивке Это вот эта вот функция Край корпуса Нажмите на выделенную область Для использования управления по краю Например, функция возврат То есть Я могу вот так вот взять Два раза кликнуть И смартфон у меня действует Как функция назад Как будто я бы нажал кнопочку назад Еще раз Так, с этой стороны не получается В общем Функция прикольная на первый взгляд Может быть даже для кого-то покажется это удобным Но работает это все Мягко говоря сыровато Вот я когда готовился к обзору У меня с левой стороны Я держал смартфон более удобно Левой рукой У меня получалось пальцем клацать Теперь я держу его с этой стороны У меня более удобно клацать с этой стороны Ну, в общем, такая фишка есть Даже не знаю, за счет чего реализовано Из этих боковых граней Вроде бы ничего такого нет Ну, может быть, внутри там какие-то тепловые датчики Не знаю Не буду ничего утверждать Но фишка есть Насколько оно будет удобно Решать, конечно же, вам В плане особенностей прошивки Я уже все сказал Все работает Отлично Стабильно Полноценный русский язык Экран, конечно же Выше всяких похвал Он очень яркий Очень сочный, очень насыщенный Углы обзора максимальные Ничего нигде Никакой инверции Цвета нет Экран просто супер Углы обзора максимальные Со всех сторон С каких только можно посмотреть Звучание смартфона Внешний динамик Я бы сказал Ничего особенного В наушниках звук, конечно, шикарный Очень классный Очень классное звучание Я бы слушал музыку Не переставая Хорошую, качественную музыку С хорошими басами Внешний динамик громкий Такой сочный Но стандартный Такой динамик Есть практически В любом другом смартфоне Этой ценовой категории Взговорные динамики Микрофоны Все тоже отлично Все классно звучит Громко Датчик приближения Работает корректно В плане производительности Здесь 3 гига оперативки Здесь Adreno 418 Здесь Snapdragon 808 6 ядер по 2 гигагерца Никаких проблем У этого смартфона С воспроизведением Современных игр Нет и быть не может В подтверждение этого Asphalt 8 посмотрим Что и как будет запускаться Как это будет sunset И Har excusing Такой быстрый Брат igual Работает Работает l overturn Работает Работает ät С производительностью никаких проблем не будет, в любые современные игры играйте, все будет запускаться отлично. Я тестировал, естественно, GPS, с GPS на Snapdragon вообще никогда никаких проблем не было, он гораздо лучше работает с навигацией, чем с процессора MTK. Есть поддержка GLONASS спутников, спутники ловят быстро, мощно, прием отличный. Если вам нужен смартфон с хорошей навигацией, то однозначно это именно эта модель. Я тестировал также аккумулятор. Работа аккумулятора на таком мощном процессоре, это тоже всегда очень важно. И я считаю, что, опять же, повторюсь, во многих обзорах это говорю, аккумулятор это одно из самых важных вообще в смартфоне, в мобильном устройстве, потому что это именно мобильное устройство. В Antutu тестере показал смартфон 5307 баллов, и в результате теста в Epic Citadel с максимальной яркостью, с Wi-Fi, с максимальной нагрузкой, это у меня было более трех часов со 100%. Что могу сказать? Это довольно-таки себе хороший, достойный результат. Вот эти цифры, которые я вам привел, и три часа в режиме игры, это результат двух дней пользования этого смартфона при умеренных нагрузках. При любых активных нагрузках, ну, естественно, если вы не сядете и поиграете три часа в игру, при активном пользовании, юзать интернет, звонить, слушать музыку, там, какое-то видео посмотреть, на сутки вам этого смартфона хватит 100%. Это однозначно. Поэтому по аккумулятору, ну, ничего сверхъестественного выдающегося нет, но и плохого я тоже сказать ничего не могу. Камера здесь хорошая. Камера мне очень понравилась. 13-мегапиксельная камера, 5-мегапиксельная фронталка, видеозапись идет в формате Full HD, видеозапись с фронтальной камеры тоже идет в формате Full HD, видеозапись при замедленном режиме идет в формате HD. Есть куча различных настроек, есть куча фильтров, есть ручные режимы, есть различные таймеры, панорамы, градиометры и так далее. Настройки в таком виде также есть. То есть по камере все очень интересно. Есть где разойтись, есть где разогнаться, посмотреть всю информацию. По качеству фотографий мне все понравилось. Качество камеры действительно достойное. Я эти все фотографии вам закину, попробую поснимать еще, сделаю видео для вас. Но просто хочу сказать сразу, что качество очень и очень достойное. Вот с какого расстояния я сделал фотографию листочка. И у меня все очень читаемо и очень даже на уровне. Поэтому по камере однозначно плюс, вспышка тоже яркая, сочная. В принципе все. Вот такой Xiaomi Mi 4C в лице. Модель, я считаю, очень интересная. И по моему мнению, что этот смартфон выделяет среди других флагманских смартфонов. Да, эта модель не дешевая. Да, у него стоит крутой современный Snapdragon 808. Это классный топовый процессор. Да, у него нету слота под карту памяти. Здесь есть две симки, что уже является плюсом. То, что нет карты памяти, слота под карту памяти. Да, это недостаток. Но в данном случае есть версия на 32 гигабайта, которую можно и нужно покупать. Я бы отдавал предпочтение именно 32 гиговой версии вместо 16. Разница по цене в 32 и 16 гиговой версии это 40 долларов приблизительно. В гривнах это примерно 1000 гривен. Но если вы покупаете эту модель за 7,532 гиговую версию или за 6,516, ну вы и так что так что так покупаете довольно-таки дорогой смартфон. Поэтому, ну я думаю, есть смысл еще найти эту 1000, эти несчастных 40 долларов и приобрести уже нормальный полноценный 3,32. Это лучший вариант для людей, которые хотят себе компактное устройство, которые не хотят пользоваться большими 5,5, 6-дюймовыми, 5,7 лопатами, хотят 5-дюймовый, компактный, классный, топовый смартфон. Вот это именно ваш вариант, потому что аналогов я лично не знаю с такими характеристиками, с такой ценой и в таком размере дисплея. По качеству сборки супер вариант, по качеству экрана супер вариант. Какого-то явного минуса я найти не могу. На этом все, спасибо за внимание, оставайтесь с нами, подписываемся в группу, подписываемся на наш канал на YouTube и заходим к нам в интернет-магазин antelife.com.ua. Спасибо, всего доброго! Продолжение следует...